Ну, судя по всему, мы опять уже в эфире, друзья. Судя по этому щелчку, вы уже поняли, о чем, сообразили, о чем будет идти речь. Я уже жду, кто нарисуется в эфире и напишет первое сообщение о том, что он меня видит, я, соответственно, его чувствую. Вот. Песня 21 сегодня празднует свой юбилей. Ага. Я уже вижу. Рикшан Владимир. Володь, привет. Володь, привет. Алекс Лисовский, Михаил Барзыкин. О, Мишка, нифига себе. Елена Пинчук. Не может быть, не поверю. Хорошая компания собирается, рокерская. Я думаю, что на самом деле, это и Барзыкин, и Рикшан правильно вышли в эфир, потому что песня будет чуть ли не им посвящена. Ну, сейчас попозже песню, буквально через минуту-другую. Но пока история этой песни... 55-й номер почему? Потому что мне 55 исполнилось, и совершенно нечаянно песня 21 подошла к 55-му номеру. Сегодня песня подучит, которая суперстар блюз. Эта песня написана однажды в Германии, на высоте приблизительно третьего этажа. На высоте приблизительно третьего этажа я помогал, так скажем, очень пожилым немцам. Его звали Диц и Катрин. Я помогал с побелкой дома. И вот там, на третьем этаже, это было какой-нибудь 1999-1998 лохматые годы. И вот там, наверху, я думал об этих стариках, которые сейчас не могут забраться на третий этаж, чтобы покрасить свой фронтон. Думал, а что будет со мной, когда я буду таким, как они? Сейчас нет ни Дица, ни Катрин. Но почему я о них заговорил? Они были очень трогательные. Они были очень трогательные. Они жили в деревне Кеменден, недалеко от Касселя. Кеменденвора называлась деревня. И я им сказал... Она и сейчас так называется. Она и сейчас называется, да. Там тоже живут мои знакомые, близкие и родные люди. И все самое замечательное, когда я спустился сверху, у меня-то песня в голове сложилась, а бумаги у меня не было под рукой. Я взял туалетную бумагу и быстренько записал эту текст этой песни. Супер Стар Блюз. И я потом им сообщил, что вот у меня новая песня. И они мне дали другой бумаги, я переписал. А эту, эту, в туалетную бумагу, на которой был написан текст, Катрин взяла, поместила в рамочку. И так, вот сколько они потом жили, вот это моя. Вот так подружились мы с ними, хорошо, что этот мой текст на русском языке, в туалетной бумаге, на рамочке у них висел дома. Вот. Спасибо всем, кто вчера был на моем, так сказать, юбилейном концерте. Зорка, растишь сердце одно. Это была теплая, хорошая обстановка. Всех хочется обнять. И хочется обнять тех, кто и был, и кого не было. И поэтому сегодня я выхожу в эфир снова, чтобы отметить с вами свое, так сказать, повзросление. Спасибо за подарки, спасибо за то, что вы написали в интернете, большие поздравления, много поздравлений. Я еще даже не все перечитал, это не от зазнастого, от того, что, ну, просто физически не хватило времени. Очень много времени ушло на подготовку к юбилейному концерту. И я обязуюсь все-все перечитать и всем-всем ответить. Все, заканчиваю болтать. Кто-то меня видит еще. Максим Гринкевич, Решат Гатауллин, Джулия Циколия, Александр Надельман, Андрей Зиновьев, Смирнова Сашка. Не может быть Смирнова. Сашка, мы тебе чуть попозже. Попозже мы тебе пришли. Все напишем. В фамилии всех музыкантов, которые участвовали во вчерашнем шоу. Самый умный. Ну, как без самого умного. Вот. Вчера собрался почти золотой состав. СП Бабай и Зеленой волны. Надо спеть, а потом, может быть, поговорить еще. Наверное, так, да? Алекс Лисовский спрашивает. Зеленая волна, движение еще существует? Ну да, пока я живой, и оно, конечно, существует. А может быть, не так масштабное оно. Ну, то есть, мы сейчас, уже я не забыл, когда отбивали, реально занимались отбивкой скверов. Деревья сажаем. Деревья сажаем регулярно. К 50-летию я посадил отдельно 50 деревьев. Вот, просто. Владимир Узланер. Все, друзья, мне кажется, это мальчик мне подарило движение «Живой город». «Живой город», а тогда мы вместе боролись за сохранение Петербурга. Вот, я ее сохранил. Я даже не знаю, сейчас «Живой город» существует еще или нет. Вот, и написал «Зеленая волна», чтобы она была общая маячка. Все. Итак, песня «Суперстар блюз», которая была написана на фронтоне третьего этажа, в деревне Гемен-де-двора на земле Гессен. Когда состарюсь, куплю я дачу, в рублю пентфлойдов, т-т-т, сахахачу, или заплачу, и сразу вспомню. Те дни былые, когда мы были все молодые. И тут придут мои подружки, Наташки, Светки, Немки, Бумажки, обалденные старушки. Я им скажу, ну, что, девчонки, Сымай-ка блузки, Сымай-ка пчонки. Я вас любил, не вру, ей-богу, кого почаще, побезумней, понежней, кого немного, а не фигурчик. Было. Недотрогу. Вот и ждалась пора в дорогу. Потом придут седые панки, все раздолбай, наркоманы, хулиганы. После пьянки как посидели, как облысели, но мы покажем, кто вам на деле. Пусть облетели все миротезы, кончай по тягу панки, хуй, бери патроны и обрезы, и сковородки, цепи, наганы. Пора проведать ментов любви. Когда с ментами мы покончим, возьмем гитары, барабаны, скрипки, флейты, между прочим, и в юбилейном концерт, а то там очень гулять там будем три дня, три ночи. Когда состарюсь, куплю я дачу, рублю пифодов, ДДТ, и сам такого зафигачу, что вдруг вернутся те дни былые, когда мы были все молодые. вот такая песня прозвучала к юбилейному выпуску, да. Мне подсказывает Елена Пинчук, потому что я забываю, как ее зовут. Наш оператор эфира, наше все, директор того действия, которое мы совершили буквально вчера в ДК ГАЗа. Очень благодарен своим ученикам за то, что они выдержали непростую обстановку и совершили такие чудо, чудо именно состоялось в достаточно непростых условиях. Лариса Картузова радуется, что у нее включился интернет, и ей удалось с нами побыть. С юбилейным днем рождения. Спасибо, дорогие. Наталья Бугреева, доброго вечера с Киева. Татьяна Шашкова смотрит. Самый умный пишет. Такие бурные воспоминания. И очень три смайли оставит. Эдуард Шитик смотрит, Лариса Картузова, Виталия Виткиян. Татьяна Шашкова пишет. Спасибо за вчерашний концерт, Миша. Взаимно. Потому что на самом деле концерт состоит из двух частей. Из той части, которая на сцене, и та, которая в зале. Если у нас идет обмен энергии, идет общение, я пою о том, что вас трогает, а меня трогает то, что вас трогает, то тогда мы единое целое. Тогда не зря вы приходили на концерт, а я не зря выходил на сцену. Так что спасибо вам, дорогие, за то, что вы пришли. И, кстати, спасибо за то, что вы сидите там и вот это пишете. Ломаете пальцы по авиатуру. За ваши комментарии. Максим Гринкевич пишет, Миша, я пацифист из Алматы. Были знакомы когда-то, много лет назад. Пацифист из Алматы? Да. Ну, можно еще выйти, как-то пообщаться. В Алматы я служил, было дело. Стоял в Крихотинском полку, который был возле аэродрома. Возле аэродрома, старого аэродрома. это был до 1983-1985 годы. Лариса Картузова пишет, вы сейчас молоды и чертовски привлекательны. Да? Спасибо. Так держать. Спасибо, Лариса. Просто взаимно я вижу вас вот так. Вы думаете, не вижу, я все вижу и чувствую. Спасибо. Взаимно комплимент двойной. Парата ставите вашу. Чем мы закончим наш эфир? Мы закончим тем, что теперь мы будем готовиться еще к одному пенсию. к 56-му эфиру будем готовиться желать песни. Песен у меня еще много. Будем готовиться к весне, сажать деревья. Будем готовиться к тому, что спектакль про маленького принца и розового, который назывался «Зоркали с сердцем одно». чтобы он шел чаще, чтобы он мы бы показывали взрослым и детям. Этот мюзикл получается, это много написано песен. Будем готовиться знаете к чему? К Владимиру Семеновичу Высоцкому, к его 25-летию. К какому 25-летию? 25-го января он хотел сказать. Будет спектакль наш Высоцкий. Вот, действительно. На Пушкинской Витя Высоцкий тоже молодой, что ты как я 25-летие у него. В общем, 25-ть цифру запомнили, да? Это все потому, что сегодня 21-е декабря 12-е. 21-1-2 и песня 21-1-2 И песня 21-1-1-2. Все. Маргарита Фишель смотрит. А, Маргарита. Ну, естественно, Маргарита, с днем рождения тебя и твоего талантливого Фишеля, да. Вот, Фишеля, Фишеляху просто обожаю обоих. Вот, один талантливый, другой еще более талантливый. Пока этот талантливый, тот еще его аж переплюнет либо в живопись, либо в строгании по дереву, либо в поделках. Мира, добра, любви вашей семьи. А еще сегодня празднует день рождения Юрия Белянина, друг нашего театра, рукодельник, золотой мать. Ну, просто дубль Фишель, если говорить о том, что он умеет делать руками. Вот, все. Спасибо, я могу еще много говорить вам хороших слов, но поверьте, они во мне есть, я приберегу их для следующего эфира, для 56-го. Итак, встречаемся в эфире песни 21, номер 26. Да, готовимся к Новому году, вот, с кем не увидимся, ну, хорошего празднования вам Нового года, а там разберемся. Хорошо? Пока. Мои объятия, приветы, спасибо вам. А у этих-то? У кого? У католиков Рождество скоро будет. Да! Они же 25-го отмечают. Кто верит в Магомед, да кто в Аллаха, кто в Иисуса, католиков с праздником, с Рождеством Христовым. Еще раз. Пока. Все, с наступающим. Ну и где?